Исбирательные технологии А чем будет заниматься эта команда? Это тоже очень важно понять. Потому что в команде может быть много человек, в зависимости от масштаба выборов. И каждый человек должен иметь определенные функции. И не просто они должны быть за ними закреплены. Он должен четко понимать, что он должен делать, находясь на этом месте. Вот штаб готов. И тут очень большая роль руководителя компании, консультанта и руководителей подразделений по разным направлениям. Вот они должны втроем собираться. Руководитель, консультант и один из руководителей подразделений. И четко расписать, чем должно заниматься это подразделение. Потом этот руководитель один уходит, приходит руководитель другого подразделения. И с ним тоже четко расписывают. И так функции каждого ответственного работника штаба расписываются. А потом уже этот работник со своим персоналом расписывает, что каждый должен делать. Начинаем с группы, которая будет заниматься организационным направлением. Это может называться департамент в некоторых штабах, управление, отдел или просто группа. В маленьких компаниях это может быть просто один человек, если в населенном пункте. Вот какие основные направления работы орговиков, как раньше говорили. Первое, это создание, если мы в масштабах, ну допустим, страны или большого города, или большого региона, это создание региональных штабов. Это очень важный момент, создать региональные штабы. После региональных штабов очень важно создать группы поддержки на избирательных участках. Вот это многим не хватает, потому что штабы занимаются такими масштабными задачами, но на каждом избирательном участке должна быть, пусть небольшая, но группа поддержки, которая работает только на этом избирательном участке. Ну и еще одно направление, это агитаторы, которые будут, мы будем подробнее потом об этом говорить, выполнять различные функции в избирательной кампании. Вот это определили. Идем дальше. Это создание общественного комитета. Вот те, кто участвовал в избирательных кампаниях, как правило, знают, что это очень плохо работает у многих партий, у многих кандидатов. Они недооценивают это, а многие вообще не понимают, а что такое общественные комитеты. Это общественные комитеты, но у солидных партий есть определенные наработки, которые работают с конкретными целевыми группами. Я повторяю, некоторым легче, потому что у них есть какие-то там группы пенсионеров, общественные организации пенсионеров, они с ними работают. Есть там общественная организация спортсменов, есть общественная организация педагогов и так далее. Но если у вас этого нету, вы должны собрать вот этот общественный комитет и сказать, вот вы будете работать по конкретным направлениям. Вы находите человека, который работает с пенсионерами через общественные организации пенсионеров или непосредственно с пенсионерами. Он должен устанавливать какие-то контакты, он должен подсказывать, что необходимо говорить, писать для пенсионеров. Дальше кто-то работает с медицинскими работниками, кто-то работает с педагогами, кто-то работает с государственными служащими, с чиновниками, кто-то работает с торговыми работниками, кто-то работает, я уже говорил, с спортсменами, кто-то работает с работниками правоохранительных органов, а кто-то работает с национальными меньшинствами, тоже особая категория, а кто-то работает с лицами с ограниченными возможностями, тоже необходимо искать свои подходы. Вот очень важно, это очень важный компонент в штабе, работа с конкретными категориями, поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Следующее, чем занимаются арговики, это встреча лидеров партии или кандидатов с различными категориями населения. Первое, наверное, ну на мой взгляд, у каждого консультанта свои подходы, но я как консультант считал, что очень важно на высоком уровне провести встречи с избирателями по месту жительства или на предприятиях. Мы отдельно потом, когда будем говорить о касаниях избирателей, рассмотрим, как организовать эти встречи, на что обратить внимание. Но это задача арговиков, и они сразу должны зафиксировать себе, мы будем заниматься организацией встреч по месту жительства избирателей и на предприятиях. Следующий момент очень важный, это участие в митингах и демонстрациях. Это тоже такая особая форма касания избирателей, и тоже необходимо сразу же продумать, а вот мы организуем такой-то митинг в такой-то день с такой-то повесткой. Мы организуем такую-то демонстрацию или мы организуем такие-то пикеты, где тоже будут участвовать наши активисты. Ну и последний момент вот из этих встреч, это посещение мест, где много людей. Ну допустим, лидер партии, кандидат идет на рынок. Ну совершенно случайно, как бы его снимают, вот он беседует с людьми, а какие цены, да вот надо что-то сделать, надо помочь сельхозпроизводителям. Ну и прочее-прочее в этом духе. Или он посещает магазин, или он посещает какой-то фестиваль, или он посещает какой-то концерт, или какую-то благотворительную акцию. Но когда мы говорим о благотворительной акции, очень важно понимать, что во время выборов не надо выставлять себя спонсором. Вот я спонсировал, я там помог тем-то. Потому что это называется подкуп избирателей. Следующее направление для арговиков, это организация акций от двери к двери. Ну некоторые так говорят, от сердца к сердцу. Очень сложные, особенно в городах, где многие не открывают двери, боятся, что могут там какие-то бандиты зайти. В населенных пунктах небольших, в селах это еще проходит. Но тоже нужно очень серьезно готовить эту акцию, потому что тут самое главное подобрать агитаторов. Людей, которые умеют говорить с людьми, которые знают, что сказать. Их надо подготовить, чтобы они не просто подошли, сунули листовку и сказали, все, до свидания, голосуйте. Потому что мы будем подробно потом говорить, что они должны делать. Но сейчас, как бы забегая вперед, они должны после этой встречи понять. А вот мы, когда зашли в этот дом или эту квартиру, они будут голосовать за нашу партию, за нашего кандидата или нет? Тут, поэтому они должны быть очень подготовлены. Следующее, это мобильные группы. Ну, иногда, как бы, не проводят компании от двери к двери, а есть мобильная группа, которая распространяет листовки, газеты. Ну, она может играть какую-то такую функцию, очень полезную для касания избирателей, но чисто технически. Они, как правило, не беседуют. Их задача передать. Это руки-ноги пошли, передали, по городу прошли, по населенному пункту, небольшому поселу прошли, передали, чтобы от вас что-то дошло, где изложены ваши идеи. Я повторяю, это может быть листовка, буклет, плакат. Следующий момент для орговиков – это контроль за списками избирателей. Тоже очень важно, потому что в избирателей попадает очень много мертвых душ. И поэтому заранее хорошо пройти, посмотреть, какие списки есть, ну, проанализировать эти списки. И дальше вы должны подумать, уже тоже забегая вперед, скажем, очень много фальсификаций допускается, когда ходят по квартирам. Ну, люди не могут выйти на голосование по состоянию здоровья или чего-то другого. И вот там допускается фальсификация. Поэтому нужно продумать, чтобы ваши люди тоже ходили вместе с членами комиссии, чтобы там не было нарушений. Еще такой очень важный момент – это телефонное внедрение. То есть надо создать группу, которая через телефоны будут агитировать, ее надо подготовить. А как это они будут агитировать, мы чуть попозже поговорим. И ниже сегодня скажем об этом немного. Ну, и будет отдельная беседа, когда мы будем говорить о телефонном внедрении, телефонном касании. Обучение. Агитаторов надо обучать. Надо обучать наблюдателей. Это, кстати, вот чуть-чуть ниже я скажу. Надо обучать тех, кто будет выступать перед избирателями. То есть цикл обучения должен постоянно проходить, учить различные категории. Ну, я уже как бы забежал вперед, сказал наблюдатели. Наблюдатели на выборах, на избирательных участках. Это люди должны быть достаточно хорошо подготовлены. И они должны, им нужно рассказать, как могут на избирательном участке фальсифицировать результаты голосования. Чуть не сказал, и научить, как самим фальсифицировать. Нет, вот этого не надо делать. Во всяком случае, я это не говорил. Поэтому обращайте на это, пожалуйста, очень серьезное внимание. Следующее направление, это информационно-аналитическое обеспечение компании. Те, кто занимаются информационно-аналитическим обеспечением компании, это такая, ну, группа, которая, мозговой центр штаба. Очень серьезное направление работы, и надо очень серьезно отнестись к подбору людей, которые там будут работать. Первое, ну, наверное, самое главное, они должны разработать стратегию и тактику компании. И что очень важно, понимаете, в этом участвуют они, участвует консультант, участвует руководитель компании, участвуют руководители других подразделений. Потому что очень важно, чтобы все ответственные работники штаба, да, лучше всех, кто в штабе работает, понимали суть стратегии компании, суть тактики, или так называемых касаний. Я предпочитаю это слово больше, чем тактика. И это очень сложная работа, и ее не надо проводить, чтобы чисто теоретически что-то написать, какие-то общие слова. Мы потом специально с вами, возможно, даже в следующей беседе уже подойдем к этой теме, стратегия компании. Это очень важный документ. Нет стратегии компании, считайте, нету у вас нормальной компании. Следующий момент, очень важный, ну, назовем так, для яйцеголовых, которые занимаются аналитикой, информацией, это определиться, как работать с различными территориями и с различными группами избирателей. Потому что в одной территории надо одно говорить и акцентировать внимание на одном, в другой территории на другом, в третьей на третьем, и также с разными группами. Понимаете, если у вас есть какие-то наработки, ну, в отношении, как решить проблему правовых органов, ну, может быть, это всем интересно, но больше определенной группе интересно. Или, допустим, проблемы спортсменов. Если вы придете и будете, как решать проблемы спортсменов, там, говорить перед педагогами, им это не очень интересно будет, или перед медицинскими работниками. То есть для каждой группы надо подобрать что-то свое, чтобы зацепило эту группу. И для каждой территории то же самое. Поэтому обращайтесь, обращайте на это внимание. Вопросы и ответы. Вот вы знаете, многие лидеры партии, кандидаты такие самоуверенные. Да что меня учить, я все знаю, у меня большой опыт. Вот они идут выступать и теряются. Они не знают, какие важные вопросы поднимать. А самое главное, они часто не знают, как отвечать на вопросы. Вот приведу такой пример. Вы знаете, как ловят, тут группа контрпаганды, как ловят кандидатов-соперников. Они идут на первую встречу, когда еще неподготовленный кандидат или лидер партии пришел из соперничьей группировки. И задают такие каверзные вопросы. И на видео снимают. А потом показывают. Смотрите, да он ничего не понимает в этом. Да он ничего в этом не понимает. И даже если потом тот разобрался и абсолютно правильно отвечает, но все, уже пошло гулять по социальным сетям, а иногда по рекламным роликам. Да вот смотрите, он кандидат. Он же ничего не понимает, ничего не знает. Поэтому своих кандидатов, своих лидеров надо к этому тщательно готовить. Текст выступления. Тоже очень многие. Я встречал лидеров партии, кандидатов. Что скажете? Да что, я не знаю, что сказать. Особенно вот мне приходилось работать с людьми, которые вот мэры крупных городов. Да я уже давно работаю, я все знаю. Может быть, он достаточно знающий человек. Но есть особенности общего знания, есть особенность то, что нужно сказать людям. Поэтому рекомендуется, что вот эта группа информационно-аналитическая подготовила общий текст, но разбила по модулям. Чтобы на каждую встречу шел... А, это встреча с педагогами, значит, надо обратить внимание вот на этот модуль, на эту тему. Это встреча с медицинскими работниками, на это. Это встреча с чиновниками, на это обратить внимание. Поэтому это очень серьезная работа. Да, потом пройдет 10-15 встреч, и уже, как говорят, как от зубов будет оскакивать, все будет понимать ваш лидер партии, кандидат. Но для начала это должно у него быть. А, кроме того, по ходу компании можно корректировать. Можно что-то снимать, то, что говорили. Да, это видеть неактуально. Это на людей не производит впечатление. Это им неинтересно. А вот это захватывает. Может быть, это надо расширить. Необходимо также продумать аргументы за и против. Ну, за себя любимых и против конкурентов. Тут тоже очень важно, надо знать, а что сказать за себя, что хорошего, с чем идут, вот самые важные темы, которые озвучат, или что-то сделали в жизни полезного. Вот на это надо обратить внимание. Ну, и, безусловно, по конкурентам надо отработать несколько таких моментов против. Ну, нельзя голосовать, потому что первое, второе, третье. Надо говорить, ну, что, кто идет на выборы, посмотрите, кто наши конкуренты. Иногда, мы тоже об этом будем говорить дальше в стратегиях, в касаниях, не надо обязательно называть фамилии. Надо просто сказать, ну, это люди прошлого, это позавчерашний день, ни мыслей, ни идей, ни пониманий и прочее, прочее. Ну, с конкретикой. Поэтому обращайте на это внимание. И, кроме того, аналитики должны собрать информацию о конкурентах. То есть, должно быть полное досье. Все скелеты в шкафу должны быть по полочкам разложены. Вот это надо зацепить, вот это надо зацепить. И, да, это не в один день делается, это длительный подход, но надо этим заниматься. Надо отработать контрпропагандистские подходы, когда против вас ведут кампанию. То есть, надо, ну, прямо скажем, знать, какие у вас есть скелеты в шкафу и как реагировать на эту критику. Ну, и, безусловно, если мы уже говорим о досье, необходимо досье иметь на СМИ, на партии, на территории. Потому что выезжает ваш руководитель партии или кандидат в территорию и ничего не знает об этой территории. Ну, особенно, когда в масштабах большой страны или большого региона проводится. Он приехал в населенный пункт, хотя бы надо, чтобы он знал, что важного тут в этом городке происходит, какие тут отмечают местные праздники, какие особенности есть, как развивается тут бизнес в целом, экономическое, социальное развитие. Есть у них больница, есть ли у них проблемы со школой. Это все ложится вот на этой информационно-аналитической группе. Я вот это сказал, это все, и, может быть, кто-то вздохнул, боже, сколько там надо делать. Но это же еще не все. Надо еще и другими моментами заниматься. Надо проанализировать итоги всех прошлых выборов. И на каждой территории должна быть карточка. А, на этом избирательном участке голосуют за либерально настроенных. В этом голосуют за консерватором. В этом за левые партии голосуют. В этом голосуют, кто там выступает за Европу. Тот за Восток. За Запад, Восток и так далее и тому подобное. То есть очень много нюансов. И все это надо знать. Потому что для работы с этими территориями и для прогнозирования, как вы можете выступить, без этой информации вам будет очень сложно. Необходимо, тоже это ложится на информационно-аналитическую группу, но вместе с группой пропаганды, сайт открыть в интернете, поддерживать этот сайт. И дальше группы в социальных сетях открывать и поддерживать эти группы. Ну и еще такой момент. Это, безусловно, подготовка статей, каких-то программных для лидера, для кандидата, каких-то деклараций, заявлений. Вот это всем должна заниматься информационно-аналитическая группа. Это и есть информационно-аналитическое обеспечение компании. Я еще не добавил, хорошо иногда, когда в этой группе есть социологи. Но это отдельный разговор. Вот мы будем еще касаться в будущем тоже этой темы роль социологов. Ну, два слова сейчас скажу, потому что это очень важно. Первое, это действительно понимать, что происходит в компании, если у вас есть необходимые ресурсы, чтобы социологи делали замеры, чтобы вы реально оценивали свои возможности, ну, не хочется это говорить, но иногда публикуют так называемые формирующие общественные мнения социологические опросы. Там не обязательно, чтобы кто-то проводил исследования, а обязательно, чтобы от имени кого-то сказали, вот есть такие-то данные, где мы лидируем, мы впереди, все от нас остают. Мне, честно говоря, это не очень нравится, потому что это очень видно, когда такие лже-социологические опросы появляются. Но, к сожалению, это есть в избирательной кампании, и я не призываю вас так делать, но я призываю вас понять, что так происходит, и надо искать варианты, как против этого бороться. Рассмотрим теперь пресс-центр. Ну, тут по пресс-центру я бы выделил несколько моментов очень важных. Он может быть в составе группы пропаганды, может быть отдельно, ну, как правило, в серьезных кампаниях, пресс-центр – это отдельное такое подразделение, которое подчиняется самому руководителю кампании. Вот то, что они не делают. Они много иногда полезного делают, но то, чего не делают. Да, они организуют встречи, там, брифинги с журналистами. Но что они не делают? Они не раздают материалы от кандидата или от партии. То есть они организовали, пригласили, выступил кандидат или лидер партии, и пресс-секретарь доволен, вот я выполнил свою работу. Слушайте, ну, почему вы так доверяете журналистам, что они обязательно все важное запомнили, что они выделят самые главные моменты? Нет. Вы им положите папочку каждому с фотографией лидера партии кандидата, потому что, когда они там будут размещать, должна быть хорошая, качественная фотография. Если нет, они найдут в интернете и разместят такое, что вам будет стыдно, что это ваш лидер партии и кандидат. Ну, и самые главные тезисы, чтобы журналисты на них обратили внимание. То есть вы должны им подсказать, они сами, они должны понять, что там самое главное есть. И на это вам необходимо обращать внимание. Следующий момент – это создание информационных поводов. Причем информационный повод надо создать так умело, чтобы не надо было оплачивать журналистам, СМИ, чтобы они размещали. Чтобы это вызвало интерес у всех. Какое-то заявление лидера партии, кандидата, ну, которое, безусловно, может привлечь внимание. Что-то он супер предлагает такое-то. Или супер что-то осуждает то, что противник предложил. Мы сейчас не останавливаемся на каких-то деталях, потому что в разных компаниях есть разные вещи, но это должно быть что-то такое. Вот, ну, один пример я вам ради интереса проведу. В одной компании, ну, как-то раскрутить надо было кандидата, не находили никаких информационных поводов. Это в большой одной стране было. И консультант сказал, а знаете, давайте сейчас запустим слух, что наш контрагент, что наш соперник хочет, чтобы в наш регион привезли и начали размещать ядерные отходы. И начали вот это, это, там появилось СМИ, на телевидении кто-то запустил, кто-то листовку. Все, ажиотаж такой. Тот даже и не знает о том, что он собирается отход. И тут выступает наш, я не помню, лидер партии или кандидат, и говорит, я все сделаю, я гарантирую, что не будет никаких ядерных отходов у нас в регионе. Ну, их и действительно нет, потому что их никто не собирался завозить. Но все, тема вокруг этого крутится, крутится, все люди обсуждают, вот какой мужественный этот человек, вот как он стоит на защите региона. Вот такие информационные поводы надо придумывать, потому что без этого вы не привлечете к себе внимания. еще несколько моментов по работе пресс-службы. Это выпуск пресс-релизов и рассылка их. Но обратите внимание, во время кампании многим рассылаются эти пресс-релизы, и когда кто-то смотрит там в редакциях, ну, что-то там пресс-релиз от этой партии, такой заголовок, чтобы он привлек внимание, чтобы обязательно открыли его. И что-то такое там было важное, чтобы обязательно это было опубликовано. Ну, и последнее по пресс-службе, такое, как бы, тайная для вас информация, надо, ну, не распространяйтесь об этом никому, и не говорите, что я вам это говорил, надо наладить неформальные контакты с руководителями телевизионных компаний, сайтов, газет, ведущими журналистами. Я не говорил, что надо их покупать. Надо наладить нормальные, хорошие отношения. И если у вас будут нормальные, хорошие отношения, то, безусловно, информация от вас будет ими печататься, сообщаться по телевидению, там, в новостях, по радио. Потому что все в мире строится на хороших, нормальных, дружеских отношениях. Ну, вы меня поняли, да? Идем дальше. Важное подразделение, это которое занимается пропагандой. Группа пропаганды, там, департамент пропаганды. Тут очень много важных направлений. И первое, с чего надо, все же, план написать, что необходимо делать. И что должно быть в этом плане? Первое, наверное, самое важное, это видео и аудиоролики. Почему это важно? Потому что процесс изготовления, их может быть очень долгим. Особенно, если работать с серьезными специалистами, те скурпулезно очень относятся. и вы должны вместе с вашими аналитиками, с консультантом, чем насытить эти аудио-видеоролики, какое содержание. А это будет исходить из той вашей стратегии, которую вы выработаете. Следующее, это листовки, плакаты, и прочее, прочее, что относятся к буклеты, к агитационным материалам. Тут тоже очень серьезно надо работать и цвет подобрать, и креативные какие-то тексты, ну и договориться с типографией, и много-много другой работы. И потом, как это все будет распределяться, доходить до избирателей. Газеты избирательных компаний. Понимаете, очень многие считают, что вот, выпущу газеты, там программа пусть будет. Люди устали от этой программы. И на самом деле, многих уже и не интересует программа. Да, все они одно и то же обещают. Поэтому газета должна быть интересная. Какие-то факты из жизни вашей партии, кандидата, какие-то проекты, которые вы продвигаете, пусть это не будет даже как программа. А если программа, самые важные тезисы этой программы, самые важные идеи, самые важные такие проекты, которые есть в программе. А дальше можно и политические анекдоты, и много фотографий, какие-то комиксы, чтобы эту газету просто прочитали, и хотелось другим передать. Смотри, вот очень интересная газета, смотри, они вот это, вот это пишут. Надо на это обратить внимание. Очень сложная компания, которую вот пропагандисты должны провести, это директ-мейл. Это прямая почтовая рассылка, адресная. Вы пишите конкретному адресату. Там, уважаемый, такой-то, такой-то, обращаемся к вам. Тут очень важно душевно написать это, чтобы это затронуло человека, чтобы он это письмо показал соседу. Кто-то сказал, да и мне написали. Вот смотри, вот они же нашли какие-то слова. Они же поднимают очень серьезные проблемы. Поэтому отнеситесь очень серьезно к этому. Но тут есть один нюанс, на которых ловят постоянно. Ну, люди уходят из жизни. К сожалению, жизнь не вечно. И когда приходит письмо, адресованное человеку, который уже ушел из жизни, кто-то берет ваш противник. Вот, смотрите, кому они пишут. Поэтому, безусловно, надо очень серьезно подготовиться к этому мероприятию. Ну, и чтобы была живая адресная база, а не 10-летняя, 15-летней давности. Обратите внимание на наружную рекламу. Растяжки, билборды, там, специальные машины, которые ездят с транспарантами. А вообще, а зачем эта реклама? Чтобы привлечь к вам внимание, чтобы на вас обратили, что вы есть. И, может быть, какие-то идеи важные передать через вот эти наружную рекламу. Поэтому тоже и надо заранее готовиться. Вы придумали, супер, вот мы такое разместим, все тут будут просто падать, когда на наш билборд посмотрят. Пошли, а уже в городе билбордов нет, все заняты. Поэтому заранее надо думать, готовиться к этому. Я уже говорил, организация телефонных опросов, телефонное внедрение, это очень важная форма, мы отдельно потом о ней поговорим, потому что она решает важные задачи. Может быть, чисто пропагандистская задача рассказать о вашей партии кандидатов. Может быть, пропагандистская задача. Знаете, когда вам позвонили, сказали, а вас не смущает, что вот кандидат такой-то отсидел 10 лет в тюрьме, да еще он педофил, и вот сейчас он идет на выборы. Может быть, он не педофил, но вы когда это услышали, думают, да никогда я не проголосую за такого. Конечно, меня это смущает. Но это ложь. Я советую вам не лгать. За ложь можно и наказать, получить уголовное наказание. Но разные такие формы можно искать, чтобы немножко по нервам убить, побить своих контрагентов. Но есть социологические опросы, есть тоже такой опрос, а вот в гонке лидирует такой-то. А вы его поддержите или нет? Не важно там сказать поддержит или не поддержит, но он поймет, что вот этот лидирует, ну, ваш партия или ваш кандидат, а у нас 10% привыкли голосовать за тех, кто лидер, у кого больше шансов на победу. Ну, и последний момент по пропагандистскому направлению, это подготовка специальных пакетов, пропагандистских пакетов, которые будут раздаваться на встрече вашего кандидата или лидера, тех, кто пришли. Вот собрались, люди пришли, раздали им газету или там листовку какую-то, но важно подготовить один цикл, вот это может быть другой цикл, другое подготовить, ну, и агитаторы, чтобы раздавали что-то. За это отвечает вот это пропагандистское направление. По конпропаганде сбор информации об основных конкурентах, особенно их скелеты в шкафу, формирование негативного образа ваших противников политических, тут тоже надо продумать, ну, и разработка и распространение конпропагандистских материалов, на это тоже надо обращать внимание. Ну, и в завершении, чтобы завершить этот цикл, там, кто работает в штабе, юрист, очень грамотный юрист, который будет все делать, он вообще должен визировать все выходящие материалы от штаба. Плакат визировать, листовку визировать, газету визировать, чтобы вы там нигде не нарушили закон. Ну, и отслеживать действия ваших политических противников и ловить там, где они не нарушили закон. Это бухгалтер, очень надо грамоты с финансами, потому что часто снимают на выборах за финансовые нарушения, не так финансирование компании оформлено со стороны и прочее, прочее. Там много бывает ловушек, иногда специально присылают там из-за рубежа, прислали, запрещено зарубежное финансирование, а вы случайно пропустили это, поймали, все, сразу сняли с выборов. Ну, еще такой незаменимый человек, это завхоз, ну, отвечающий за материально-техническое обеспечение компании, это машины, телефоны, чтоб все вовремя оплачивалось, бензин там чтоб был, офисы, аренда, то есть человек, это очень серьезный человек, должен быть серьезная работа, но без этого машина не будет ваша избирательного штаба работать. Следующая тема, мы в следующей беседе поговорим, это разработка стратегии избирательной кампании, там будет, ну, из нескольких таких больших циклов беседы очень важные, ну, все важное, но на стратегию я советую вам обратить особое внимание. На этом завершаем, до следующей встречи. До встречи. До встречи. встречи. До